Железнодорожный район и суд Хабаровска вынес приговор за жестокое убийство хабаровчанина, тело которого убийца расчленил на два десятка фрагментов. Останки нашли в декабре 2012 года дети, играющие на берегу Амура в районе улицы Бойко-Павлова. Недостающие части тела со дна достали водолазы. Оперативники вскоре выяснили, что убитый был постоянным клиентом кафе китайской кухни Амур. Свой последний вечер он отдыхал в любимом заведении. По окончании застолья выйти из зала плохо стоящему на ногах мужчине помог охранник кафе. Отношения между ними были натянутыми из-за предыдущих конфликтов. Секьюрити в итоге избил завсегдатая, перерезал ему горло, а затем вернулся на работу. Прошел на кухню, взял разделочный нож и топор, а также мешки для мусора, после чего расчленил труп потерпевшего на более чем 18 фрагментов, упаковал их в мешки и вывез на машине своего друга на берег реки Амур, где утопил в проруби. Когда подозреваемого задержали, он отпираться не стал. Вот только объяснить, для чего громсал труп топором, не смог. Экспертиза показала, что 26-летний охранник вменяем. Кроме того, характеристики с места жительства и работы были исключительно положительными. Подсудимый являлся студентом Дальневосточной академии физической культуры и спорта, занимался спортом, боксом и рукопашным боем и проводил обучение данными видами спорта в секциях. Суд признал хабаровчанина виновным в умышленном убийстве. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима с выплатой миллиона рублей вдове. Это решение фигурант хочет обжаловать. Кстати, он уже был судим за убийство, совершенное им еще в восьмом классе. Провел в колонии 5,5 лет, на свободу вышел за два года до совершения нового убийства. О потерпевшим известно следующее. 36-летний хабаровчанин работал сантехником, однако за месяц до гибели потерял работу. Без отца остался 8-летний мальчик. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ирина Орлова и Константин Пестерев.